КАРЕЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ А сначала все было самое первое, и первый сценарий, и первая съемка, и первый монтаж. Сегодняшние успехи во многом заслуга именно тех самых первых режиссеров, операторов, редакторов. Многие из них продолжают работать, и нужно ли объяснять, как ценен их опыт для молодежи именно сегодня. Сейчас телевидение стало одним из основных информационных и пропагандистских центров республики. И вот теперь каждый день вспыхивают сотни тысяч голубых экранов, чтобы сообщить о новостях, рассказать о делах и свершениях тружеников республики. КАРЕЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ Здравствуйте, уважаемые товарищи! Карельское телевидение начинает свою программу. О чем же рассказывает сегодня республиканское телевидение? С первых чисел апреля начал выдавать продукцию Кандапожский комбикормовый завод. Теперь комбикорма для животноводческих и птицеводческих совхозов и фабрик не нужно завозить в Карелию из других районов страны. Уже сегодня предприятие справляется с планом, хотя и находится в режиме отладки. Производственно-технической лаборатории завода составляют рецептуру комбикормов, следят за качеством продукции. Ежегодно комбинат будет производить 180 тысяч тонн комбикормов. Именно такое количество требуется животноводству в Карелии. Оператор Карельского телевидения на одном из старейших предприятий республики, Петрозаводском лесопильно-мебельном комбинате. Здесь идет широкая реконструкция и модернизация производства. В конце минувшего года начал работать новый цех, где выпускают экспортные пиломатериалы. Все работы на этой линии полностью механизированы и автоматизированы. Оператор такой линии только распределяет доски по качеству, сортности, размерам. Закладываете данные в ВВМ и уже она четко выполнит остальную работу. Распределит в пакеты только одинаковые доски. Сквозная бригада работает на единый наряд с оплатой по коэффициенту трудового участия. В ней все операторы владеют несколькими операциями. План по выпуску экспортной продукции комбинат выполняет успешно. Не раз рассказывала республиканское телевидение о финском драматическом театре. Вот так каждый день уже более 50 лет спешит сюда Дарья Кузьминишна Карпова. Все сегодня, как и всегда. Та же привычная суета перед началом спектакля и волнение перед выходом на сцену, не проходящее даже с годами. И все-таки день этот для Дарьи Кузьминишны особенный. Сегодня у нее юбилей. Ей исполнилось 70 лет. За 50 лет одна из первых профессиональных карельских актрис прожила на сцене более 100 жизней. Это ее роли. В пьесах русских, советских, финских авторов она создала ряд впечатляющих глубоких образов. Все они очень разные, но в каждом частица души, ума, сердца актрисы. Именно этим, наверное, и заслужила она такую любовь зрителей и товарищей по театру. Сценическая деятельность актрисы сочетается и с большой общественной работой. Она избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла Карельское отделение Всероссийского театрального общества и партийную организацию театра. Размышляя о судьбе такого художника, как Дарья Кузьминишна Карпова, невольно приходишь к мысли, настоящее признание приносит не только дарование, но и масштаб его личности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... ...воздухом и последним хрустящим снегом на лыжне, а главное, еще теснее подружил жителей молодого города со спортом. Как делается кино? На этот и другие вопросы ребятам помог ответить первый республиканский слет юных друзей кино. Его открыл председатель Госкинореспублики Александр Михайлович Денцов. Ребята узнали много интересного из истории детского кинематографа. И когда появилась первая в мире детская киностудия, и как делаются мультики, и почему в этом загадочном и заманчивом мире кино нет ничего невозможного. На слете познакомились юные кинолюбители из различных детских студий республики. Они посмотрели новые фильмы, провели конкурсы и викторины, приобрели новых друзей. В гостях у ребят побывали кинорежиссер Петр Тодоровский, Актеры Елизавета Никищихина, Николай Бурляев. Республиканскому телевидению 25 лет. Сегодня оно вошло практически в каждый дом, в каждую семью. Оно знакомит нас с производственными достижениями тружеников Карелии. Благодаря ему мы становимся зрителями театральных спектаклей и концертов, болельщиками спортивных состязаний, очевидцами всех наиболее важных и интересных событий в жизни республики. Субтитры создавал DimaTorzok